Вот уже третий год подряд Екатерина Горбенко, учитель физкультуры и ритмики Монтуровской школы, приезжает на фестиваль «Алый парус». Три недели подготовки не прошли даром. Команда привезла несколько творческих номеров. А по дворьи, признается девушка, оформляли несколько дней всем коллективом. Мне очень нравится здесь атмосфера. Это день отдыха, в котором мы можем полностью выложить свои все качества творческие, получить кучу заряда, кучу энергии на целый год до следующего «Алого паруса». В межрегиональном этапе фестиваля приняли участие 25 команд, 4 – педагоги-победители на городском уровне, а еще представители Курской, Нижегородской областей и Луганской народной республики. Фестиваль – это площадка для обмена опытом. Это заряд положительных эмоций на учебный год. Как отметил глава региона, труд педагогов неоценим. Но какие бы ни были замечательные школьные классы, какое бы оборудование в них ни стояло, грош цена всем этим преобразованиям без вас, уважаемые друзья, без педагогов. Чего греха таить, были сложные годы. И уровень заработной платы, и состояние инфраструктуры, в которой вы работаете, оставляют желать лучшего. Но майский указ и национальный проект вселяют в нас надежду, что все-таки изменения будут. Они уже начались. Фестиваль объединяет друзей. В этом уверен инициатор проекта, глава Курска Виктор Карамышев. Яркие, творческие, целеустремленные. Именно такие педагоги собрались в этот день на фестивальной поляне. Это важно перед началом такого забега на дальнюю дистанцию, каким является, собственно, учебный год. И это важно, чтобы педагоги общались неформально, чтобы не было, так называем, профессионального выгорания. Каждый фестивальный год «Алого паруса» тематический. На этот раз его посвятили театрам и 85-летию образования Курской области. Юлия Рудская, Андрей Зарубин, телеканал «СЕИМ».